Виктор Брэксин Поднимите руки, у кого в проекте есть тесты. А у кого их больше одного? Того, который по умолчанию вставляется. Ну отлично. Тогда вот прям как для вас писал. Значит, сегодня мы с вами поговорим о том, собственно, как починить все и ничего не сломать. Повестка примерно такая. Вы сидите, работаете, никого не трогаете, примус починяете. И тут к вам приходит ваш любимый менеджер и говорит. Слушай, друг, надо сделать фичу. Ну как фичу? Ну фичулечку. Фичунечку. Фичелюшечку. Ну надо, без нее не полетит релиз. Ну как же не помочь вашим любимым менеджерам? Вы героически бросаетесь на фичулечку, делаете, отдаете в тестирование. Приходит вердикт. Все сломалось. Затронули какую-то важную функциональность, критические баги, ничего в релиз нельзя. Чините, отдаете в тестирование, другое сломалось. Опять ничего нельзя. Вот. Время идет. День, два, три. Менеджер нервничает, релиз не летит. Нет. Что делать? Думаю, многие здесь сталкивались с этой проблемой, что вроде как небольшое изменение кода просто внезапно ломает всю систему. Вот. Я в своей практике, к сожалению, тоже с таким сталкивался и готов предложить некоторые рецепты того, как от этого, так сказать, избавиться. Все просто. Все переписывайте. Выкидывайте старый код, пишите новый, без ошибок, и у вас все прекрасно. Спасибо. Надеюсь, вам понравился этот доклад. Вот. Ну, конечно, так хорошо не получится. Вы, конечно, перепишите, повесите новых багов, все опять будет ломаться. Поэтому нам все-таки надо как-то сохранить то волшебное знание, которое существует уже в том коде, который у нас написан. В конце концов, у него есть уникальная ценность. Этот код написан, и он работает. Вот нам очень бы хотелось сделать так, чтобы он продолжал работать и дальше, без затрат усилий. Но в то же время, чтобы мы могли вносить туда какие-то изменения, которые помогут развивать наш проект. Что мы будем делать? Значит, мы будем сейчас искать проблемы в коде, то есть пытаться понять, где у нас, из-за чего все ломается. Поговорим немножечко о теории, о том, с помощью чего мы будем потом где-то делать. Это будет модульное тестирование. Мы будем говорить о модуле, о том, что такое зависимость у этого модуля, о том, какая зависимость будет хорошей, какая зависимость будет плохой, о том, как его тестировать. И у нас будет достаточно большой раздел, посвященный практике. То есть, собственно, со всеми этими теоретическими знаниями. Это, конечно, прекрасно, что нам дальше с этим делать. Вот мы будем на практике, собственно, разбирать. Начнем. Проблемы в коде я выделяю три, которые портят нам жизнь. Это хрупкость, запутанность и нелокальность. Хрупкостью называется тогда, когда у объекта очень сложное состояние. Вы видели ваш любимый view-контроллер на 4000 строчек, у которого 25 булевых полей, которые переключаются в совершенно произвольном виде, и вы совершенно не понимаете, что с этим делать. И у таких объектов с большими количествами полями, у них чаще всего возникает еще такая проблема, как запрещенное состояние. Это тема отдельного большого разговора. Если вкратце, то запрещенное состояние — это то состояние, в котором объект фактически может находиться, но которое для него не несет никакого смысла. Например, если у вас есть ваш любимый table-view-контроллер, в нем есть булевое поле из loaded и коллекция items. Вот у него из items равно nil, из loaded равно yes. Что это значит? Непонятно, что это значит. Скорее всего, это запрещенное состояние. Вторая проблема — это запутанность. Если хрупкость относится к количеству данных, которые лежат в классе, то запутанность относится к количеству кода, который в классе. Запутанность обычно выражается в том, что у вас куча функций, которые как-то друг в друга лезут, что-то друг у друга вызывают, что-то происходит. Вы в дебаггере вроде как бегаете, все понятно, потом получается, что ничего не понятно. Там два десятка if, три десятка for — страдания. Из-за этого, собственно, очень тяжело понять, а что же на самом деле в классе происходит, чем же он на самом деле занимается. Ну и третья проблема — это нелокальность. Нелокальность возникает тогда, когда состояние объекта не локализовано в объекте, когда у нас объект обращается каким-то синглтоном, куда-то лезет какие-то базы данных, что-то считает из файловой системы. То есть у объекта есть внутри, и он еще там тунно всего снаружи. И получается, что как бы неявно, если мы возьмем и что-то там поменяем снаружи, то это может косвенно затронуть, собственно, наш код, и получится, что мы как бы в одном месте поменяли, а в другом месте сломалось. Все плохо. Вот, к сожалению, эта проблема, она не только самая опасная в этом плане, потому что со всеми остальными, ну, можно хотя бы разобраться, потому что, ну, мы все-таки внутри класса находимся, там, условно говоря, или внутри какой-то кучки классов. Вот, то здесь мы вынуждены разбираться со всей системой. Вся система может быть чудовищных совершенно размеров. Я, например, разработчик Яндекс.Браузера, вам лучше не знаете, сколько у нас там файлов. Очень много. Вот. Поэтому вот эта проблема вызывает больше всего боли. Вот. Попытаться победить эти проблемы, ну, и эти проблемы, и проблему того, что у нас, собственно, все развалится, мы будем с помощью модульных тестов. У модульных тестов в этом плане есть два очень больших преимущества. Первое. Вместо того, чтобы собирать билд, отдавать его на тестирование, получать оттуда какие-то отчеты, что все хорошо или там все плохо, вы можете нажать команду, у вас пройдут тесты, тесты зеленые, все хорошо. Тесты красные, ну, значит, идите и правите. Это очень сильно уменьшает время проверки. Вот. И они фиксируют функциональность. Вы не всегда понимаете, особенно если вы работаете в большой команде, что имел в виду программист, который, условно говоря, писал этот код. Вот. Но в этом плане тесты спасают тем, что вы смотрите на тесты и понимаете, вот это протестировано. Значит, я могу этим спокойно пользоваться. А вот это не протестировано. Ну, наверное, это какая-то странная деталь реализации, которую, ну, опираться я на нее не могу, потому что она не зафиксирована в тестах. Вот. Код тесты фиксирует публичный контракт, все становится очень хорошо. Но нельзя говорить о модульных тестах, если не говорить о модуле. Вот. Я предпочитаю говорить о модуле, как о некоторой границе. Ну, такое, как бы, очень универсальное определение, вот, что модуль характеризуется своей границей. Есть некоторый код, который внутри этого модуля, есть некоторый код, который снаружи этого модуля. Вот. Все, что внутри является, соответственно, содержимым этого модуля, все, что извне, весь код, все объекты, это наши зависимости. Соответственно, границу можно провести практически в любом месте приложения, захватить туда произвольное количество кода, но в реальной работе очень удобно называть модулями класса. Почему? Потому что у класса есть, или у функции, например, у них есть какой-то публичный интерфейс, его хорошо видно, он совершенно понятен, и очень удобно проводить границу модуля именно по публичному интерфейсу, вам не нужно задумываться, что туда войдет, а что не войдет. В зависимости же делятся на три категории в зависимости от их свойств. Они делятся, значит, по декларации на явную-неявную, по разрешению на внешний и внутренний и по связи на гибкий и жесткий. Я произведу шесть слов, которые никто не понял, поэтому поговорим. Что касается явной-неявной зависимости. Явная зависимость – это та, которая определена в публичном интерфейсе класса. Все очень просто. Вы открываете класс, смотрите на его интерфейс. Если вы видите какой-то другой класс или что-то еще, это явная зависимость. Если уже вы в интерфейсе ее не видите, а, например, вы видите в какой-то функции создание какого-то класса или обращение к какому-то синглтону, но в интерфейсе это не очевидно, это не явная зависимость. Внешняя и внутренняя зависимости различаются тем, что внешняя зависимость передается в ваш модуль вызывающим кодом. Вы ее не создаете, вы ничего о ней не знаете, вы знаете только то, что она к вам откуда-то поступает, и вы можете с ней работать. В отличие от нее, внутренние зависимости – это те зависимости, которые вы создаете самостоятельно. Ну и, наконец, гибкие и жесткие зависимости. Это различаются они тем, что гибкая зависимость. Это зависимость, которая позволяет изменить реализацию без изменения кода модуля. То есть, условно говоря, могу ли я подменить эту зависимость на какую-то другую. Понятно, что если я передаю извне, я всегда ее могу подменить. Но в то же время, если я ее вызываю внутри, тоже есть возможность ее иногда подменить, а иногда, к сожалению, нельзя. Жесткие зависимости не позволяют подмену без модификации кода. Вы должны каким-то образом залезть в класс и все поменять, и тогда у вас все становится легче. Вот. Как это выглядит в реальных примерах? Например, явная внешняя гибкая зависимость. Это практически классический пример конструктор-инжекшн. У вас есть некоторый класс Network Manager, который делает какие-то сетевые запросы через фабрику сетевых реквестов. Вот. Эта самая фабрику сетевых реквестов мы получаем в конструкторе. В качестве зависимости кто-то ее для нас создает, мы не знаем кто. Помещаем себе вовнутрь, и, соответственно, дальше по необходимости мы можем ее использовать. Тогда, когда нам нужно. Зависимость видно в интерфейсе. Зависимость, соответственно, передается извне, и мы ее не создаем. И зависимость можно подменить без изменения кода модуля. Это явная внешняя гибкая зависимость. И этот милый персонаж с большим пальцем показывает нам, что здесь все хорошо, здесь никаких проблем не будет. К сожалению, чаще всего проблем бывают. Например, явная внутренняя гибкая зависимость. То есть здесь, в принципе, все еще не так плохо. У нас есть публичная переменная, мы прекрасно видим эту зависимость, и у нас нет никаких проблем для того, чтобы ее подменить, потому что, опять же, это переменная. Но, к сожалению, зависимость уже создается внутри. И в реальной жизни, когда зависимость создается внутри, особенно когда вы пытаетесь написать на это тесты какие-то, они иногда создаются в самый неподходящий момент, по недосмотру, по ошибке. Мы все ошибаемся постоянно и портят всю малину. Поэтому глава зомби говорит нам о том, что здесь будут проблемы. Неявная внешняя гибкая зависимость, собственно, может быть иллюстрация к разговору о том, почему сервис-авлокатор это плохо. Я надеюсь, вы знакомы с паттерном сервис-авлокатора, надеюсь, вы его не применяете. Опять же, зависимость можно передать извне. Сервис-авлокатор позволяет передачу извне зависимости. Зависимость можно подменить. Опять же, вы можете в этот сервис-авлокатор напихать всего, что вам угодно. Но, к сожалению, в интерфейсе вы ничего не знаете о том, с чем именно ваш класс работает. Вы просто принимаете какой-то сервис-авлокатор, а дальше он начинает оттуда вытаскивать, что одному коду известно. Поэтому, опять же, здесь будут проблемы. Вам придется постоянно лазить в реализацию и пытаться понять, а какие зависимости использует ваш класс. Явная внутренняя жесткая зависимость. Вот здесь уже целых две головы зомби, которые говорят нам о том, что проблем здесь будет гораздо больше. Потому что зависимость все еще публична, но публичность это формально. То есть, я ее, конечно, вижу из интерфейса, но... А дальше что мне с этим делать? Опять же, подменить я ее не могу. Создается она внутри. Целая куча проблем. Ну и, наконец, самый ужасный пример. К сожалению, самый часто встречающийся в реальных приложениях. Это неявная внутренняя жесткая зависимость. Это синглтон. И в интерфейсе его не видно. То есть, я никак не могу понять, что я взаимодействую с каким-то там синглтоном, если я не буду постоянно анализировать код модуля. Он создается внутри, ну, соответственно, разрешается. И я никак не могу его подменить без замения кода модуля. Целых три головы зомби говорят нам о том, что здесь мы будем очень долго плакать и долго страдать. Что же мы будем тестировать? Мы поговорили о зависимостях. Соответственно, мы поговорили о том, что такое модуль. Мы будем тестировать модуль, в качестве которого возьмем класс. Вот этот самый класс мы будем тестировать со всеми его жесткими зависимостями. Почему? Потому что мы ничего не можем сделать жесткими зависимостями. Мы не можем их передать извне. Мы не можем их никак подменить. Поэтому мы вынуждены будем тестировать его с ними. Но количество жестких зависимостей можно будет уменьшить, для того чтобы тестировать было легче, и мы о том поговорим. Все же гибкие зависимости мы заменим на mock-объекты, для того, чтобы тестировать было проще. И в процессе тестирования, естественно, мы будем проверять все заявленные контракты модуля. То есть что наши функции вызывают правильные функции у наших зависимостей, возвращают правильные данные, передают им правильные данные, то есть все, наш код делает именно то, что мы задумались. Очень важно при этом использовать именно mock-e, то есть так называемые объекты testing doubles. Упрощенные маленькие реализации наших зависимостей, потому что реальные объекты, как вы понимаете, могут, например, обращаться к базе данных, могут обращаться к сети, что-то оттуда качать, могут выполнять достаточно сложные работы связанные с синхронизацией, с многопоточностью. И использование их в тестах приведет к тому, что у вас будут совершенно жуткие, нечитаемые интеграционные тесты, которые, наобляя, вообще будут тестировать что-то. Поэтому для того, чтобы все это просто и понятно протестировать, мы будем пытаться использовать testing doubles, соответственно, заменяя их на маленькие понятные mock-e, которые воспроизводят только маленькие кусочки сценариев наших объектов, соответственно, у нас будет все легко и понятно получаться. Начнем. Собственно, теоретическая часть закончилась, теперь переходим к практикуму. У нас есть огромный класс, 25 тысяч строчек кода, 50 внутренних булевых переменных, 4 синглтона, и нам нужно внести в нее изменения. Что мы будем делать? Классика. Понятно, что сначала мы будем страдать. Мы будем страдать, мы будем рыдать, мы будем биться головой в стену, проклинать судьбу за то, что она не спасла нам наша работа. Но работа есть работа, и мы приступим. Классика тестирования предлагает сначала покрыть код тестами. Чтобы ничего не сломать, протестируйте. Как угодно. Очень плохой код, но протестируйте хоть как-нибудь. Это лучше, чем никак. Я утверждаю, что все-таки эта практика скорее вредная, потому что плохие тесты дадут вам ощущение того, что у вас есть хоть какие-то гарантии. У меня же есть тест, у меня же ничего не сломается. На самом деле плохие тесты, скорее всего, ничего не проверят, и потом будет очень много проблем из-за этого ощущения. Поэтому сначала первое, что мы сделаем, это вынесем все плохие зависимости. Вынесение плохих зависимостей даст нам возможность передавать извне наши маленькие простые мог-объекты, легко и понятно проверять контракты. И у нас все будет замечательно. Более того, есть ряд преобразований, которые я сейчас покажу, которые достаточно просты для того, чтобы вы не сломали свой код, но в то же время достаточно мощны для того, чтобы вы получили нормальные тестированные объекты. Мы будем выносить плохие зависимости. Синглтон, лези, лодинг, все объекты, которые создаются внутри. Я, собственно, полагирую школу тестирования, которая утверждает, что не нужно тестировать вместе код, который что-то делает и код, который создает объекты. От этого очень много проблем, поэтому создаваемые объекты тоже надо выносить. Будем выносить работу с ГЦД, потому что всевозможная асинхронка очень пагубно влияет на понятность тестов и так далее. Все, что посчитаете возможным, вынести. Все, что нужно вынести, нужно вынести. Как это выглядит на практике? Например, у нас есть наш замечательный нетворк-менеджер, который умеет запрашивать некоторые статьи. Кроме того, что он их запрашивает у некоторого нетворк-фасада, он еще каким-то образом куда-то там их обрабатывает, что-то с ними делает, как-то, может быть, закэширует. То есть это типичный такой пример достаточно большого и сложного объекта. Но, к сожалению, он обращается к Синглтону. То есть если мы захотим написать на нетворк-менеджер какие-то тесты, мы будем иметь дело с реальным нетворк-фасадом, с реальным сетевым окружением. Зачем нам модульные тесты, которые взаимодействуют с сетью? Нам этого не надо. Немножечко расчистим поле для того, чтобы, собственно, можно было приступить. И приступим. Первое, что мы сделаем, у нас есть нетворк-фасад. Нам хочется передать его в качестве зависимости. Ну, тогда давайте сделаем конструктор, в который будем передавать наш милый нетворк-фасад в качестве зависимости и просто присваивать его локальной переменной. У нас есть конструктор, есть локальная переменная, дальше мы можем с ним взаимодействовать. К сожалению, как только мы сделали это, наш код развалился, потому что старые объекты, к сожалению, ничего не знают о нашем замечательном новом конструкторе и не могут никаким образом, они не могут нам заполнить эту зависимость, потому что они про нее ничего не знают. Поэтому нам нужно сделать небольшой конвининс-инциализатор, который будет заполнять эту зависимость за нас. Здесь так уж сложилось, что наш сетевой менеджер уже знает про эту зависимость, ну, пусть он ее и заполнит. Таким образом мы вернули тот конструктор, который был у объекта, заполнили в нем зависимость, но в то же время мы получили новый конструктор, в котором мы можем для тестов передать зависимость и каким-то образом проверять взаимодействие. Но пока наш код ничего не делает, мы просто передали зависимость, поэтому теперь нам нужно заменить обращение к нашему синглтону на обращение, соответственно, к приватной перемене. Поздравляю только, что мы из неявной приватной жесткой зависимости получили явную публичную гибкую, и это своего рода небольшая победа. Вот, применяя, соответственно, эту практику ко всем синглтонам, вы получите то, что все синглтоны вылезут наружу, вы спокойненько в тестах сможете передавать туда маленькие моки, проверять с ними взаимодействие, и реально синглтоны не будут вам мешать, не будут требовать от вас сетевого стэка или каких-то еще ужасных вещей. Вот, ну, хорошо, с синглтоном понятно. Бывают другие примеры, например, lazy loading property, то есть property, которое загружите при первом обращении. Вот, в принципе, идея ровно та же самая. Нам необходимо каким-то образом сделать так, чтобы эта property могла передаваться извне. Но так как она создается в определенный момент времени, мы не можем создать ее. Поэтому вместо того, чтобы передавать network-фасад, мы будем передавать ее в фабрику, то есть объект, который создает network-фасад для нас. Мы точно так же выделяем новый конструктор, в котором, соответственно, передаем фабрику, простая функция, которая возвращает network-фасад, присвоим его локальной переменной, и у нас все становится хорошо. Мы опять сломали код, поэтому мы вынуждены выделять convenience-инциализатор, в который просто передадим network-фасад init. Это очень один из моих любимых примеров, так сказать, мощь свифта, что мы просто можем взять конструктор и передать его в объект как фабрику, и у нас все будет прекрасно работать. Ну и, наконец, мы должны подвязать наш существующий код к новой созданной инфраструктуре, и мы поменяем обращение к конструктору на обращение к нашей фабрике. И поздравляю, у нас опять явная публичная зависимость, гибкая, которую уже мы можем подменять в тестах. Вот, соответственно, остальные… Я рассказал два достаточно общих случая таких, вот, атипичных. Остальные, в принципе, вещи делаются примерно аналогично. Вот, вы это сделали, и вам все равно очень плохо, потому что код все еще достаточно сложный, вам тяжело его проверить. Если вам совсем сложно, то вы можете использовать, например, подход, который называется состояние-зависимость, то есть просто взять и вынести все состояние объекта во внешнюю зависимость. Это вам даст очень… С одной стороны, достаточно злую вещь, потому что состояние можно получить доступ снаружи, с другой стороны, достаточно мощный для того, чтобы вы в тестах сможете проверять, что состояние объекта меняется так, как вам нужно. И это действительно бывает полезно в случае тестирования сложных объектов, у которых не всегда можно проверить, что, ну, по каким-то внешним проявлениям о том, что произошли правильные вещи. Вот, допустим, у нас есть MassiveViewController, вот, в котором мы видим вот только эти три поля, на самом деле их там 50, вот, и нам нужно вынести состояние во внешнюю зависимость для того, чтобы в тестах иметь возможность проверять, что оно меняется правильным образом. Вот, мы просто заведем маленький объектик, вот, тут проединиться, что поля должны быть, конечно же, публичными, чтобы их было видно, ну, небольшая шибочка. Вот, сделаем там такие же поля, и просто вынесем этот объект в зависимость, точно так же создадим Designated constructor, передадим туда наш новый созданный объект, соответственно, а дальше вместо того, чтобы обращаться напрямую к полям, мы будем обращаться к полям нашего объекта. Вот, ну, опять же, чтобы не ломать код, мы сделаем Convenience constructor, который будет заполнять эту зависимость за нас. Таким образом, старый код будет работать так, как мы привыкли, а новый код и тесты мы сможем уже писать так, как нам необходимо. Вот. Главное, тут не бояться, потому что, как известно, неисправимых ошибок не существует. Вот. Теперь, когда мы как бы все разгребли, может оказаться так, что, ну, это уже начинается небольшой факультатив, потому что может оказаться так, что код все еще достаточно плохой. и работать с ним достаточно сложно. А, чуть не забыл. Протестировать. Теперь, когда мы вынесли все зависимости, нам необходимо покрыть код тестами. Так как теперь у нас в нашем объекте нет ничего непоправимого, про Vimbo, мы можем все передать извне. Вот. Передавайте спокойненько мойки, то мы можем спокойненько протестировать объект. Ну, так как тестирование – это тема отдельного, большого, сложного разговора, то я вот предлагаю одну ссылку на презентацию. Потрясающую презентацию. Мне она очень нравится. Я смотрел, по-моему, три раза, и два раза смеялся. Вот. Mr. Testable versus Mr. Untestable. Это не какие-то мои секретные загашники. Это топ-2 в выдаче YouTube по запросу Unit Testing. Вот. Ну, я просто очень рекомендую ее посмотреть. Это очень хорошая презентация на тему того, как тестировать код. Вот. Теперь, когда мы все покрыли тестами, код может оказаться все еще слишком сложным. Мы захотим сделать себе некоторый загашник на будущее, чтобы как-то упростить этот код, чтобы мы в дальнейшем могли легче вносить в него изменения. То есть нам надо, соответственно, это огромный мандалит, который нам надо каким-то образом поделить на более простые и понятные объекты. Вот. Так как выделять хорошие абстракции – это, конечно, прекрасно. Если вы умеете выделять из кода хорошие абстракции, я готов похлониться вам многие, я не умею. Вот. Каждый раз выходит какая-то ерунда. Вот. Поэтому, если у вас получается выделить хорошие абстракции, выделяйте хорошие абстракции. Если нет, но вам очень хочется расчленить этот класс на более простые, я предлагаю выделять такие штуки, как процессы. Процессом я называю простой класс, который является собой цепочкой преобразования с одним входом и одним выходом. Основная штука процесса является в том, что его вход и выход – это только часть внутреннего состояния объекта. То есть он работает с… Допустим, вот у нас есть view-контроль на 50 полей. Он работает, например, только с 10. Или только с 5. Вот. За счет этого вы прекрасно понимаете, что в данном workflow у вас задействуется только вот эта часть внутреннего состояния. И выделение таких объектов вам позволит, во-первых, получить маленькие перемещаемые единицы кода, которые работают с изолятом внутреннего состояния, ну, каким-то изолированным кусочком, и потом их каким-то образом перемещать, собирать из них более понятные объекты. Во-вторых, они позволят понять, что вот эта часть кода работает не совсем со состоянием объекта, а только с маленькой частью. Как это выглядит? Например, у нас есть наш огромный view-контроллер, в котором тут туча полей. Что из него можно бы выделить? Вот. Я вот для примера выделил вот такой маленький процесс, который называется update articles. Да, это какой-то процесс, это какая-то штука, которая обновляет нам статьи. Вот. Его входом является аккаунт. Аккаунт – это часть нашего внутреннего состояния. Вот он лежит во view-контроллере. А на выходе мы, соответственно, имеем массив articles. Это тоже часть внутреннего состояния, которое мы имеем в объекте. Таким образом, если мы встречаем в коде, что у нас идет обращение к этому саму update articles, мы точно понимаем, что он ни с какими черновиками не будет взаимодействовать, ни какие там булевые поля не будет переключать, ничего. Он работает только с этой частью. На самом деле, при работе со сложным кодом вот эта вот изоляция от состояния, то есть нужно уменьшать количество состояния, с которым ты взаимодействуешь, она очень сильно помогает для того, чтобы понять и модифицировать код. Процессы выделяются итерационно, то есть вы выделяете процессы по одному, каждый раз покрывая их тестами, выделяя их во внешнюю зависимость и меняя тесты. Собственно, как это выглядит. Допустим, у нас есть исходный большой класс. Здесь синим обозначен код, зеленым обозначено тестовое покрытие сбоку, а красный – это, соответственно, граница нашего модуля. Такой вот большой и страшный класс. Мы берем маленький кусочек кода, который каким-то образом взаимодействует с частью внутреннего состояния, выделяем его во внутреннюю зависимость. То есть просто создаем новый объект, в который этот код вытаскиваем, соответственно, делаем необходимые вещи, и внутри, когда наш большой класс, вместо того, чтобы это делать самостоятельно, он просто создаст новый экземпляр этого класса и делегирует ему, соответственно, эту работу. После того, как мы это сделали, мы отдельно покрываем новый созданный объект тестами. Это сделать гораздо проще, потому что у объекта, соответственно, меньше внутреннего состояния, меньше кода. Написать на него тесты гораздо более просто. Вот. Теперь фактически этот код протестируем два раза. Первый раз в составе большого объекта, и второй раз в составе нашего маленького объекта. Поэтому нам больше не нужны тесты на большой объект. Мы просто возьмем и сделаем эту зависимость внешне тем же самым способом, который я говорил чуть раньше, как мы выделяли синглтон, и здесь ничего принципиально нового нет. Вот. Мы заменим, соответственно, выделим его во внешнюю зависимость и заменим тесты на то, чтобы тестировать не то, что делает объект, а просто на взаимодействие с этим маленьким объектом. Вот. Таким образом, у нас кода в большом объекте стало меньше, тестов стало меньше, он стал проще, вот. А мы получили маленькую конвертируемую единицу, с которой гораздо проще работать. Если делать так раз за разом, раз за разом, то можно весь объект разбить на процессы, а потом посидеть, посмотреть на них, и сказать так, а вот эта вот кучка процессов у меня, например, относится к сетевому взаимодействию с сетью, я сделаю из них какую-нибудь хорошую, красивую абстракцию, вот. И таким образом можно порефакторить весь код, получить хорошие, красивые абстракции и победить. Вот. Мы в работе ориентируемся на три таких простых принципа. Первый из них — это принцип бойскаута, то есть всегда надо оставлять код после себя чище, чем до себя, собственно. Из-за этого у нас и появилась такая небольшая практика, что мы пытаемся выделить какие-то маленькие единицы, чтобы с ними было проще работать. Вот. Потому что, опять же, код имеет ценность, он работает, пользователям он нравится, они его используют для решения своих задач, не надо его ломать. Вот. Но при этом ни в коем случае не надо переделывать все сразу, потому что работы может быть очень много, а все-таки менеджер с фичулечкой, фичулечки-то ждет завтра, а не через два года, когда вы все закончите. Вот. И, опять же, надо пытаться искать понятные абстракции, если это возможно. Не надо пытаться выделять объекты, которые вы… Ну, грубо говоря, если вы не можете назвать этот объект, придумать имя классу, то, скорее всего, это не самая понятная абстракция, которую вы можете выделить. Ну, что мы сегодня выяснили? Вот. Сегодня мы выяснили, что тесты действительно помогают вносить изменения, потому что мы можем зафиксировать функциональность и не бояться того, что, написав вот эту строчку, мы разломаем вообще все. Вот. Мы поняли, что нетестируемый код можно превратить в тестирование, и основная проблема действительно – это зависимости, которые бесконечно лезут и бесконечно портят нам малину, но их мы можем вынести наружу и тестировать. Вот. Ну и, наконец, с небольшими объектами работать проще, чем с громоздким, потому что, понятно, громоздкий объект подвержен и хрупкости, и запутанности, и нелокальности в большей степени, чем маленький и понятный. И даже не пришлось ничего переписывать. Спасибо. Спасибо, Виктор. Итак, вопросы? Вопросы, вопросы. Вон, вопросы. Вижу, вижу. Добрый день. Спасибо за доклад. Да, еще раз круто было. Первый раз тоже круто. У меня вопрос, как тестировать красиво GCD? GCD. Значит, мы делаем следующее. Следующее. Для тестирования GCD мы выделяем… Ну, во-первых, его, естественно, надо выделить в какой-то объект. Вот. Для тестирования применяется такой прием, что мы накапливаем все запланированные коллбейки в какой-то массиве, и у нашего эмулятора GCD, который мы используем в тестах, есть, условно говоря, метод типа dispatch now, который просто проворачивает все коллбейки. Вот. Таким образом, мы точно можем сказать, что, грубо говоря, этот код выполнился вот на этом потоке за счет того, что до dispatch now он не выполнился, а после dispatch now он выполнился. А сетевой… А, сетевой не тестируется, да? Сетевая, ну, как бы инфраструктура… Ну, то есть, бессмысленно тестировать NSURL Connection, условно говоря. Вот. Но тестируется взаимодействие с NSURL Connection, условно говоря. Это то же самое. То есть, так как у нас большая часть кода написана Objective-C, мы можем совершенно спокойно работать в динамике, например, подменять NSURL Connection на свой. Ну, и всякие такие вещи. Да, все. Спасибо. Пожалуйста. Я отобрал микрофон. Да. Привет. Спасибо за доклад. Вот. Я хотел сказать, что вот ты спрашивал, кто слушал уже, кто не слушал. Ну, в общем, это классика. Это очень полезные вещи. Я за то, чтобы это рассказывать и второй, и третий раз. Вот я уже три раза рассказывал. Ну, баланс тоже, конечно, важен, но… То есть, это классические правильные вещи, которые, если кто-то услышал еще раз, точно хуже не было. Вот. Но у меня вопрос более практический. Как вы вот эти вот подходы на инструментальном уровне, что вы применяете? Какие у вас используете MOOC-фреймворки и все такое? В качестве MOOC-фреймворка у нас используется Kiwi. Вот. Он позволяет очень быстро создавать MOOC и Noumoke. Вот. Но частично мы, например, пишем testing doubles, мы пишем сами, потому что MOOC и Noumoke не всегда… Ну, не всегда на них просто реализовать контракт. Вот я уже приводил пример с диспатчерами, например, когда мы там с ГЦД, когда мы собираем, грубо говоря, колбеки и планируем их. Вот. Такие вещи, как бы, тоже бывают очень полезными. Но Kiwi, на самом деле, со своей реализацией динамики, он, как бы, покрывает 90% наших задач. Круто. Спасибо. Там вот вопрос. Ну, ладно. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, полностью все покрываете тестом? Практически все. Мы не тестируем UI View, ну, по понятным причинам, потому что, хотя мы сейчас, у нас есть идеи, наверное, на тему того, что надо бы, наверное, покрывать их в том числе, но, конечно, не классическими юнит-тестами, а, например, snapshot-тестами, потому что вьюха, как бы, характеризуется тем, что видит... Ох ты! А. Да. Как потрясающий чувак, слушайте его. Затем. Вот. Вот. Ну, так вообще... Сейчас. Сейчас. Извиняюсь. 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 Вот. Так вообще у нас, ну, у нас как бы pull-requests, там вот это все, и одним из условий того, что pull-requests вливаются, является то, что на 100% покрыт тестов, либо приведено какое-то очень умное обоснование, почему именно этот код нельзя протестировать, ну, как в той книжке. Тысяча одна причина, почему именно ваш код уникален и не тестируется. Спасибо за доклад. А еще в роли рекомендации можете что-то сказать? То есть понятно, что юнит-тесты — это какая-то определенная отдельная область, но всегда дополняется интегрейшн-тестами, UI-тестами. То есть скажите, вот какой процентаж другого типа тестов, да, и может быть какие-то там тоже рекомендации по вот... Ну, рекомендации по процентам я не скажу. Единственное, что вот как бы из моей практики юнит-тесты за счет времени проверки, они тащат, и чем больше вы напишите именно юнит-тестов, тем... То есть они самые главные, тащат все остальные. Да, они как бы образуют такое ядро, которое вам... Понятно, что там частота как бы у юнит-тестов самая как бы большая, да, и соответственно, то есть они постоянно практически на CI там крутятся, да, а, например, там UI-тесты, они там, я не знаю, там, только когда собирается проект, да? Потому что у нас, например, есть помимо юнит-тестов, у нас еще есть UI-тесты, у нас есть перформанс-тесты тоже, которые периодически проходят. А если не секрет, перформанс-тесты, они как вообще, на чем? Ну, это на самом деле тема для большого и долгого разговора. Я думаю, что я когда-нибудь про нее расскажу, у меня, по крайней мере, уже есть проект. Хорошо, спасибо. Спасибо за доклад. Вот мы выносим зависимости... Да. Мы выносим зависимости из класса, мы начинаем выносить много зависимости, и у нас конструктор становится, принимает, допустим, 5-10 параметров. Да. Дальше еще у нас, пусть вью-контроллер, у него есть какой-то менеджер из бизнес-логика, и бизнес-логика решает, куда нам перейти, то есть там есть роутер, а роутеру нужны эти вью-контроллеры. Да. У нас получаются такие циклические зависимости, и тут уже как можно убежать, допустим, от optional и вообще как это все инициализировать? Ну, самый простой вариант – это писать фабрики, собственно. Я всем рекомендую писать фабрики, вот, за счет того, что у фабрики есть одно очень важное свойство. Если вы туда поместите только код, который собирается в текст зависимости, и там не будет никакой логики, то вам нет никакой нужды их тестировать, потому что просто тот факт, что у вас собрался правильный стэк, как бы является гарантией того, что все работает. Вот. И в фабрике можно выносить все эти вот сложные создания зависимости. Плюс зависимости нужно укрупнять. Если вы выделите десяток мелких зависимостей, можно попробовать сделать из них более крупные, опять же, инкапсулировав это в фабрике, чтобы она это все создавала. Там это будет понятно, просто, и у вас тогда не будет таких проблем. То есть даже не фасады, а именно вот... Ну да, можно выделять какие-то фасады. То есть это, когда вы получили много мелких зависимостей, вы уже можете с ними работать, помещать их в какие-то более крупные. Вот. Просто обычно более крупную зависимость выделить сразу, это достаточно трудоемкая задача, поэтому я рекомендую выделить сначала несколько мелких, а потом сделать из них крупную. Спасибо. Еще вопросы? Руки? Нет? Нет? Есть? Если вопросов нет, давайте поблагодарим Виктора за шикарный доклад. Отличное завершение нашего, я надеюсь, отличного метапа. Я вас уже гипнотизирую этим адресом немного. Продолжаем общение в OneMorePub, Бутырский, ВАЛ-5. А тут буквально 5 минут идти. Егор главный возглавляет колонну. Сейчас пару слов. Да, сейчас я тебе все дам. Вот. И я единственное попрошу вас… Давай. Ага. Сейчас. Сейчас. Я вас попрошу ответить на вопросы обратной связи. Большинство из вас должны были уже получить его в почту. Если нет, вот по короткой ссылочке пройти. Мы действительно паримся над тем, чтобы сделать все лучше. И доклады, и организацию. Собственно, ваша обратная связь нам очень поможет. Спасибо, что пришли. Передаю слово Егору. Да, всем спасибо. Миша все сказал. В общем, кто собирается сейчас в бар, давайте встретимся через, я думаю, 5 минут. Нет, давайте через 7 минут. Учитывая нагрузку… Нет, учитывая нагрузку лифтов, давайте через 10 минут. У входа в Авито, потом я всех проведу OneMopUp. Это реально 3 минуты отсюда. Там хорошо. Вот. Заполняйте обратную связь. Ждем вас. Приходите снова к нам в гости. И подписывайтесь на мой канал, iOS Go 30, Telegram, вот это вот все, извини, Миша. Я должен был. Ну и, конечно же, на Авитотех. Да. Ну и на iOS Go 30 в первую очередь. А вот и не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...